Предусмотрены средства в рамках ремонта школ, детских садов, домов культуры, на ремонт точек роста. Вячеслав Викторович Володин поставил задачу, аукцион проводить в течение трех месяцев со дня получения средств. Работа должна выполняться в установленные сроки, к недобросовестным подрядчикам должны применяться своевременно меры воздействия. И другая важная задача – это наполнение местного бюджета, в том числе за счет налогов. Губернатор поставил задачу органам исполнительной власти провести ревизию всех объектов налогообложения. Поэтому работаем вместе с исполнительной власти над тем, чтобы эффективно использовать рекланированные средства и привлекать дополнительные источники финансирования. Доходная часть районного бюджета прогнозируется на 2023 год в сумме 3 млрд 785 млн. рублей. Расходная часть составит 3 млрд 929 млн. рублей. Дефицит планируется утвердить в размере 144 млн. рублей. Районный бюджет продолжает сохранять социальную направленность. Расходы в области социальной сферы в 2023 году составят 3 млрд 52 млн. рублей или 78% от общего объема расхода. На реализацию муниципальной программы развития системы образования на территории БМР в 2023 году выделены 2 млрд 652 млн. рублей. В том числе за счет собственности районного бюджета 557 млн. рублей. На муниципальную программу развития культуры Балаковского муниципального района в 2023 году планируется утверждение 175 млн. рублей. По программе развития молодежной политики, спорта и туризма запланировано 125 млн. По муниципальной программе социальной поддержкой отдельной категории граждан территории БМР планируется выделить 100 млн. рублей. Расходы по дорожному фонду в 2023 году составят 230 млн. рублей, в том числе 221 млн. рублей и от транспортного муниципального района в 2023 году. Который планируется направить дань в рамках содержания дорожного муниципального образования в городе Балаково в 2021 млн. рублей и подъезда к селу в 29 млн. рублей. Кроме того, на 2023 год запланированы межбюджетные трансферты в бюджет города в сумме 44,5 млн. рублей на организацию транспортного обслуживания населения, дачными и пригородными маршрутами. В связи с изменением законодательства с 1 сентября 2022 года плата за негативное воздействие на окружающую среду вступающих в бюджет может быть израсходована исключительно на выявление, оценку и ликвидацию объекта накопленного выведана, на основании чего платежи в сумме 67 млн. рублей в 2023 году зарезервированы до согласования конкретных объектов на фестеральную зону. За счет всех других уроков в бюджетах выделены следующие средства. На создание точек роста в школах села Сухова-Тропа Новая и Юлюзань – 3,2 млн. рублей. На ремонт авткультуре в селе Малая Духовка и Новая и Юлюзань – 2 млн. рублей. На проведение капитального текущего ремонта четырех детских садов и четырех школ – 20,5 млн. рублей. Таким образом, проекту предлагается утвердить основные проектилистики районного бюджета на 2023 год.